Большая часть суммы, выделенная в этом году по федеральной программе на строительство трасс, освоена. Теперь контролирующие органы проверяют качество асфальта. Результаты лабораторных исследований будут известны на следующей неделе. Однако общественники и невооруженным глазом увидели недочеты. Силикатная дорога, по которой выложили сейчас вот эту трассу, она делает поворот на 110-й квартал. Ровно 5 метров до другой хорошей дороги. 35 метров никто не забетонировал, и мы вот сразу попадаем в кювет. Вы понимаете, что за отношение к нам? Вам говорят, участки дорог повышенной опасности не освещены. Мы неоднократно об этом вам также говорили. Почему не делаете? То бишь, дорогу вы открыли, по факту она открыта. Там двигаются и транспортные средства, и пешеходы. А где безопасность? В администрации заверили, все замечания обязательно учтут. Скоростной режим, но у нас же еще есть проблематика. Необходимо все-таки участников дорожного движения тоже немножко приучать к тому, что скоростной режим мы предупредительные знаки все выставили о том, что идет производство работы. И последний момент, на что мы останавливались, дорога не сдана в эксплуатацию. Об устройство автомобильных дорог, установку дорожных знаков, дорожных разметок должны завершить к 1 декабря. Что же касается качества, то этому вопросу правительство республики уделяет особое внимание. С полной ответственностью мы здесь проводим лабораторные испытания. Да, возникают вопросы, где-то пытаются, может быть, что-то сделать некачественно, но этого не будет и не пройдет. Мы жестко к этому относимся. Более того, мы определяем штрафные санкции в случае отставания и выполнения неправильно, несоответственно с НИПами и с ГОСТами. Отметим, что федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» рассчитана до 2025 года. Екатерина Устюшенко, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.